Сияет солнце над водою, и лучики искрят в глаза. Как хорошо, что есть такое, и в этом мире мы друзья. Пусть волны плещут, ветер дует, растет трава, цветут цветы, Меня все это так волнует, и ведь в этом мире я и ты. В избытке сил обновления, познавшие радость и любовь, В простом ты видишь все творение, и к жизни новой вновь готов. 28 июля. День Кирика. Назван через страдания святых мучеников Кирика и Иулиты. Иулита – мать Кирика. Во время гонения на христиан она оставила богатое имение и бежала с трехлетним сыном. Но их выдали и стали пытать мать. Ее обнажили и били беспощадно жесткими жилами. Когда били мученицу, дитя, смотря на это, плакало и вырвалось из рук держащих его, чтобы пойти к матери. Его пытались остановить, но он покорябывал лицо начальника, и его бросили с лестницы, и он умер. Согласно древним поверьям, сегодня наступала середина лета, и обычно сегодня шли дожди. Женщины почитают в этот день свою заступницу и защитницу матушку Улиту. Так ласково они называли Иулиту. В этот день они отдыхали, а старообрядцы считали Улиту и ее сына Кирика своими покровителями. Приметы. Нельзя жать на Улиту, можно увидеть дурное признаменование. Сегодня солнечные лучи обладают особой целительной силой. Что вот эти центрофуговые соковы жемалки лучше всего давят коренье. А ягоды давят больные. Другая у нас, другая, попроще такая. Шнековая какая-то. Она, я забыла как она называется, но... Ну крутит. Ну да, она не такая может быть просто вот резкая. То есть ягоды же они пластичные, мягкие, поэтому там не нужно такое сильное давление. Ну и что дальше делаете? Вот свежий сок, он там, он же бродит или еще что-нибудь там такое. А у мамы какой-то есть рецепт, мы немножечко песочек туда все-таки добавляем. Какого песочка? Сахарного. Сахарного песочка. Да, сахарного песочка немножко. Но тем не менее, вот что говорит о том, что все-таки продукт мы делаем натуральный. Если пробочку-то мы отвинчиваем и сок не выпьем, например, на протяжении 5 дней, если мы не выпьем этот сок, даже 4-х, плесенью покрывается. А это говорит о том, что это натуральный продукт. Он быстро портится, потому что натуральный долго не стоит. Ну, а в остальном очень люблю, если это сезон, то, конечно, все с грядки. И помидоры, и огурцы, все, чтобы было с грядки свежее, и зелень. Это очень правильно, потому что сезонное питание самое правильное. Поспели огурчики, огурчики, помидорчики, помидорчики. То есть мы свой организм пополняем микроэлементами последовательно. И самое важное, что наш организм их и держит внутри себя. А если мы вот как-то питаемся вне сезона, да. И, кстати, когда огурец вырастает летом на грядке, он борется против жары и высыхания своей особой, так сказать, оводненностью. Это передает организму. Не хочется пить воды, и не так жарко становится. Если этот же продукт мы употребляем зимой, когда сыро, холодно, мы начинаем мерзнуть. Вообще да, наверное. Вот что получилось. Они же такие прохладные огурцы. И, кстати, о сезонности питания. Сейчас как раз сезон питания корнеплодами. И самый лучший корнеплод – это, как еще в Древнем Риме говорили, морковь. Поэтому… То есть именно в Древнем Риме говорили морковь. Да, и еще они там начали пользоваться морковью, говорили о полезных ее свойствах. Вот что оно способствует тому, что детки лучше растут. Люди выглядят как морковка. И я думаю, что все, кто будет питаться морковным соком, будут иметь ясные глазки, как у нашей Светланы. Уверена. Да, кстати, и зубки, и маль хорошая становится, и стройную фигуру. Поэтому кушайте морковь, и ешьте наш калевый суп сырой, и вы будете такие стройные, как Светлана, ну и вроде как и я. И Геннадий Петрович. Да. Доброго вам здоровья. До свидания. Доброго здоровья и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин